В эфире программа тема дня. Меня зовут Валерия Королева. Здравствуйте. Тема сегодня. Дети с ограниченными возможностями, в том числе и с расстройством аутистического спектра. Дети с паллиативным статусом. Какая помощь и услуги им положены. Как их получить. Какие документы для этого необходимы. А главное, что нужно делать, если эта помощь не оказывается. Расскажем в сегодняшней программе. Гости программы. Анна Васильевна Зайцева. Главный внештатный специалист Минздрава Тверской области по оказанию паллиативной помощи детям. Главный врач Тверской детской областной клинической больницы. Здравствуйте. Ольга Владимировна Елисеева. Начальник отдела организации работы по обеспечению жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной защиты Тверской области. Здравствуйте. И, конечно, Ольга Кирилловна, председатель ЦПМПК. Также Александров Илья Викторович, председатель Тверского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей и инвалидов. Здравствуйте. Начнем с такого вопроса. На какие образовательные услуги имеют право дети с ограниченными возможностями здоровья? И какие категории под эту аббревиатуру попадают? Наверное, начну я, как представитель образования. И давайте сразу обратимся к нашему главному документу, который регламентирует все процессы в образовании. Это закон об образовании. Так вот, пункт 16 статьи 2 закон об образовании говорит нам, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, а именно так звучит термин, это физическое лицо, которое имеет недостатки в психическом, психологическом и физическом развитии, которые подтверждаются психологом медико-педагогической комиссии и препятствуют получению образования этим обучающимся без создания специальных условий. При этом в законе не дается привязка к какому-то возрастному периоду обучающегося. Это может быть как ребенок раннего возраста или дошкольник, так и подросток и человек старше 18 лет, обучающийся на том или ином уровне или этапе общего образования. То есть для того, чтобы получить статус обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, ребенку или подростку или молодому человеку необходимо пройти обследование в психолога-медико-педагогической комиссии и получить заключение специалистов с рекомендациями о том, что он нуждается в создании тех или иных специальных образовательных условий. А это какое-то плановое обычное обследование, да? Допустим, перед школой или перед походом в детский сад? Да, это может быть как плановое обследование при поступлении на обучение по программам на определенном уровне. Например, ребенок поступает в детский сад или, например, ребенок поступает в первый класс. Либо, может быть, ребенок, подросток заканчивает школу, и ему нужны специальные условия для того, чтобы пройти государственную итоговую аттестацию с учетом его особенностей. Можно прийти на комиссию и просто обратиться родителям внепланово, если у них какие-то возникают вопросы по поводу развития ребенка. Может быть, у ребенка наблюдаются какие-то проблемы в поведении, в социальной адаптации. Также к нам направляют на комиссию и организации здравоохранения. В частности, тогда, когда ребенку необходимо пройти обследование в медико-социальной экспертизе, в учреждениях медико-социальной экспертизы для того, чтобы получить инвалидность или подтвердить факт установления инвалидности. Если взять категорию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, это достаточно большая группа детей, подростков, людей разного возраста, может быть. Кто сюда входит? Это дети с нарушениями слуха, глухие, слабослышащие, поздно оглухшие, кохлеарно имплантированные дети. Это могут быть дети с нарушением зрения, слепые, слабовидящие. Сюда же входит категория детей с функциональными нарушениями зрения, с амблиопией, косоглазием. Это дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с задержкой психического развития, с интеллектуальными нарушениями, с расстройством аутистического спектра, со сложными дефектами, или как сейчас принято называть таких детей в нормативных документах, это дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, но и некоторые другие категории. На какую социальную помощь могут рассчитывать дети с ограниченными возможностями здоровья, в частности с теми, что сейчас были перечислены? Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, имеют право на те же меры социальной поддержки, как и семья, воспитывающая обычного ребенка. Но есть определенный ряд мер социальной поддержки, которые оказываются конкретно семьи, воспитывающие ребенка, имеющего статус инвалид. В соответствии с 85-м законом Тверской области о государственной социальной помощи, ряд семей имеют право на ежемесячное денежное пособие, которое на сегодняшний день составляет 893 рубля. Это семьи, которые воспитывают двух или более детей инвалидов. Например, в 2020 году данной меры социальной поддержки воспользовалось 73 человека. И также семьи, которые воспитывают детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые требуют длительного лечения и диспансерного наблюдения по заключению медицинской организации. Это такие заболевания, как фенилкетонурия, муковисцидоз, сахарный диабет, несахарный диабет, онкологические заболевания, гематологические заболевания, заболевания центральной нервной системы и ряд других заболеваний. В 2020 году данной меры социальной поддержки воспользовалось 3195 человек. Из областного бюджета Тверской области на данную меру социальной поддержки в 2020 году было выделено более 35 миллионов рублей. Также в соответствии с федеральным законом 181 о социальной защите инвалидов, инвалидам, а также семьям, воспитывающим детей с установленным статусом, предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это оплата жилого помещения, коммунальных услуг, капитального ремонта, а также услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. На данную меру социальной поддержки в прошлом году было направлено более 800 миллионов рублей. И данной меры социальной поддержки воспользовалось более 89 тысяч человек, проживающих в Тверской области, в том числе 3737 детей инвалидов. Могут ли такие дети рассчитывать на помощь социального работника или, как это правильно называется, социальное обслуживание на дому? Правильно ли? Конечно. Семья, воспитывающая ребенка особого, может обратиться в органы социальной защиты по месту жительства с соответствующим заявлением и получить социальную помощь на дому. А это как выглядит? А социальный работник приходит сколько-то раз в неделю, по определенным часам, выполняет определенные функции. Вы знаете, в соответствии с федеральным законом о основах социального обслуживания граждан, конечно, законный представитель ребенка обращается в органы социальной защиты. При Центрах социальной поддержки населения создана комиссия по определению нуждаемости. Определяется нуждаемость в получении социальных услуг, определяется перечень услуг, их кратность и составляется договор на социальное обслуживание и в соответствии с этим договором оказываются социальные услуги. Хочу сразу сказать, что все услуги, которые предоставляются детям-инвалидам, предоставляются бесплатно. А сейчас прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Итак, мы продолжаем наш разговор. Анна Васильевна, тоже очень важная тема. Что подразумевает статус палеотивного ребенка? Давайте начнем разговор с того, что все мы когда-то умрем. Мы все это понимаем, что мы когда-то умрем. И мы хотим это сделать безболезненно, мы хотим это сделать в комфортных условиях, по желанию в медицинском учреждении. Поэтому говорить, что палеотив — это про смерть, как часто воспринимают, а вот это вот те вот такие вот, особенно когда про взрослых пациентов мы говорим, это не совсем верно. Палеотив — это про жизнь. Это про качество жизни до конца. Статус палеотивного пациента — это не исключение каких-либо других медицинских услуг. Все мы являемся гражданами Российской Федерации, мы зарегистрированы в Тверской области, мы все застрахованы по обязательному медицинскому страхованию. И эти услуги ни в коем случае не отсекаются при установлении статуса палеотивного пациента, палеотивного статуса ребенку. Это только в помощь, это дополнительно. Дети палеотивные. Наше понимание должно быть в какую сторону направлено. Это ребенок, который должен жить, который может жить, и которому мы, взрослые, обязаны помочь жить хорошо до самого конца. Есть ряд мер, которые этому способствуют. С 2020 года мы начали заниматься этим вопросом в регионе. На данный момент у нас сформирована амбулаторная палеотивная служба. На базе детской областной больницы пока мы сформировали реестр данных деток. Это детки, которые имеют серьезные хронические заболевания, в том числе и из того перечня, которые вы говорили. Это генетическая патология, это нарушение обмена веществ, это миопатии различные. Мы про них часто слышим по телевизору. Сейчас у нас в реестре 111 деток таких и с редкими заболеваниями из них 68 человек. Как мы говорим, орфанные заболевания, высокозатратные. Ни в коем случае установление статуса палеотивного пациента не исключает получение его льготных лекарственных препаратов как льготнику, как инвалиду. Ни в коем случае не исключает социальное обслуживание дому. То есть есть совместный приказ 345-372 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством социальной защиты, который регламентирует взаимодействие как раз и государственных органов, таких как органы социального обслуживания, коронно-медицинского обслуживания пациента. В том числе и в этом приказе упомянуты, конечно же, благотворительные организации. Палеотивная помощь тесно идет во взаимосвязи благотворительных служб и государственных, и НКО. Анна Васильевна, а как на деле реализуется вот эта помощь? То есть врачи выезжают на дом к такому ребенку? Или, может быть, какие-то услуги на стационаре оказываются? Да, значит, у нас на данный момент в регионе открыто пять палеотивных коек для детей. Это что касается стационарной помощи. Две койки у нас в Вышневолодской ЦРБ, одна во второй детской больнице, и две юридические койки в детской областной больнице. По факту, конечно, у нас деток поступает больше. Нужно сказать, что по тому приказу, который я сказала, 345-372, четко разделены, выделены виды оказания палеотивной помощи. Это амбулаторная помощь. Она оказывается на дому. Оказывается она участковым терапевтом, участковым педиатром, либо врачом ВОП. Это ежемесячное посещение. Если необходимо, то чаще. При возникновении каких-то острых, допустим, респираторных заболеваний, понятно, что каждый день при необходимости. Забор анализов, консультаций каких-то узких специалистов по возможности. Кроме того, есть, конечно же, стационарная помощь. Она реализуется на тех койках, которые я сказала. Стационарная помощь предусматривает респисную помощь. То есть ребенок может быть госпитализирован на период отдыха, социальной передышки родителей, если им нужно, допустим, ехать куда-то на отдых с другими детьми. Если у них какие-то семейные проблемы, там связаны, допустим, с переездом, они могут ребенка госпитализировать. Также у нас родители с детками госпитализируются по необходимости, допустим, если они отдаленного района, они к нам приезжают, необходимо посмотреть со специалистами, допустим, кому-то раз в три месяца, кому-то раз в полгода. Получить специализированную помощь это уже на специализированные койки. То есть у нас есть детки, которые приезжают на замену гастростомы, трахеостомы, мы их госпитализируем на обычную койку по МЭС. На все это они имеют право. Ну, нужно сказать, что выездная служба у нас начала, как я сказала, работать в этом году. Наш врач-реаниматолог, имеющий образование палеотивного доктора, выезжает к деткам, как правило, это один раз в месяц, не на экстренную ситуацию, а это плановые выезды, заранее согласованные с родителем, привозит какое-то дополнительное изделие медицинского значения, средства по уходу, если не необходимы. В данном случае составляет заявку на получение дополнительных также изделий и оборудования на дальнейшую закупку. В бригаду у нас входит также инженер по медицинскому оборудованию, потому что у нас есть дети, которые, допустим, на аппарате ВЛ дома находятся. Это вообще не нонсенс, это нормальная практика. Родители обучаются и сами ухаживают за ребенком, им удобнее дома. Но есть какие-то моменты, которые надо, допустим, помочь подстроить, наладить, провести ТО, в данном случае инженер. Ну и по необходимости выезжают узкие специалисты. Не могу сказать, что это чем-то регламентировано, но просто вот как бы у нас таким образом работа налажена. Налаживается, так скажем. Не буду. Илья Викторович, вы как председатель Тверского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов часто имеете контакт с родителями, у которых на воспитании ребенок с ОВЗ или палиативные дети. Расскажите о вашей организации, какие услуги она оказывает, и много ли родителей к вам обращаются, и главное, с каким вопросом. Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, ВАРДИ, она была организована в 2018 году в линейке трех всероссийских организаций, которые уже существовали к тому времени, ВОК, ВАИ и ВОЗ. Это была первая организация в такой всероссийской линейке, которая представляла интересы именно детей-инвалидов. На данный момент в Российской Федерации числятся около 700 тысяч детей-инвалидов и около миллиона, может быть, с копейками, по данным Министерства здравоохранения, это взрослые, имеющие ментальные и психические заболевания. То есть, в общем-то, целевая группа, к которой обращается организация ВАРДИ, это порядка 1,5 миллиона 400, миллион 500 людей, по всей России. Плюс, если взять их родственников, бабушек, дедушек, папа, мам, это многомиллионная, в общем-то, армия людей, которые, в общем-то, очень хотят выйти открыто в социум, но при этом абсолютно четко понимая для себя, что выйдя в социум, они будут получать свои права, но ни в коем случае не будут это делать за счет прав других людей, скажем так, нормы неспичны. Поэтому в 2012 году, когда вообще Российская Федерация ратифицировала конвенцию о правах инвалидов, после этого федеральное законодательство на федеральном уровне, много чего хорошего написало во всех сферах взаимодействия с такими семьями. Но как только эти посылы федерального законодательства приходят в каждый из регионов Российской Федерации, вот тут возникает такое понятие, как кассовый разрыв между тем, что на уровне федерации положено, и то, что могут сделать в регионах. Потому что это называется целеполагание властей. Все от этого зависит от того, как власти в регионах видят эту целевую категорию, и как они к ней открыто относятся. Это первое. Второе, как сама эта целевая категория формулирует свои запросы, насколько они конструктивны, насколько они объединены вместе. А вот к вам в основном, с каким вопросом обращаются родители? Ну, смотрите, значит, скажем так, если говорить о системе, общей системе, с которым сталкиваются родители, имеющие детей инвалидов в Российской Федерации, то нам всем очень бы хотелось, чтобы была выстроена система непрерывного сопровождения таких детей. Это как бы мечта такая, в общем-то. Что это значит? Это значит, что любая семья, в которой появляется ребенок с инвалидностью, она живет, в общем-то, это обычная семья, но которой нужно в какой-то степени помочь, чтобы она чувствовала себя абсолютно так же, как другие. Что для этого надо? Нужно, чтобы ведомство, которое окружает эту семью, а это именно межведомственность взаимодействия, это медицина, образование, спорт, культура, социальная защита, чтобы все это действовало вместе, поэтапно, на каждом этапе жизни этого ребенка. Поэтому в ответ на ваш вопрос чаще всего обращаются в нашем регионе, конечно, по проблемам образования детей. Но все зависит от дефицита ребенка. То есть, если это ребенок с палеотивным статусом, то первый контакт, с которым они хотят наладить контакт, это контакт с Министерством здравоохранения по поводу оказания палеотивной помощи, своевременное лекарственное обеспечение, лечебное питание и так далее. Если это ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, это, наверное, первое, с чем сталкивается такая семья, это с тем, что нужно правильно доктору написать документы на оформление группы инвалидности, чтобы их правильно освидетельствовали в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы им написали правильное заключение индивидуальную программу реабилитации и чтобы им в фонде социального страхования дали все, что нужно этому ребенку, чтобы его реабилитация проходила успешно. Если это ребенок с ментальными нарушениями, то первое, с чем он сталкивается, естественно, это вопросы образования. Чаще всего это, конечно, все узко, мы сталкиваемся со всеми проблемами, просто они по-разному друг с другом соотносятся, но вот от этого все зависит, то есть от дефицитов ребенка. Вот, уважаемые коллеги, соглашусь с Ильей Викторовичем, когда в семье появляется особый ребенок, наша цель, общая цель всех ведомств окружить эту семью особым вниманием и особой заботой. И, конечно, вы правильно заметили, что такая семья испытывает психологический дискомфорт. А порой даже родители не знают, что им делать, куда идти, куда писать. Они не знают, что делать, они в некоторой степени растеряны, и наша задача, конечно, как специалистов, прежде всего, работать не столько с ребенком, сколько в целом с семьей и с ближайшим окружением ребенка. Если говорить о мерах социальной поддержки, то родители могут зайти на сайт Министерства социальной защиты населения. У нас есть такой раздел, как оказание помощи. И если зайти в этот раздел, там имеется вкладка оказания помощи семьям, в том числе семьям, воспитывающим особого ребенка. Все меры социальной поддержки там перечислены. Там имеются виды мер социальной поддержки, категории получателей, какие необходимо предоставить документы, куда необходимо обращаться, а также имеются ссылки на нормативно-правовые акты. В том числе, как правильно заметил коллега, не только социальная защита окружает этого ребенка, и другие ведомства. И у нас для того, чтобы родители не блуждали по каким-то сайтам, у нас имеется на нашем сайте ссылка на меры поддержки других ведомств. Такая вкладка есть, можно зайти, это и Министерство демографии и семейной политики, это и Министерство здравоохранения и образования, и там есть активные ссылки, зайдя по которым вы можете получить всю исчерпывающую информацию. То есть вот такая информационная составляющая есть. Ну и, конечно, очень важна психологическая поддержка семьи, которую могут получить в том числе и в учреждениях социальной защиты населения. У нас работают психологи, у нас в Тверской области работает 9 реабилитационных центров, где имеется в штате психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы лечебной физкультуры, медицинские сестры по массажу, ну и другие специалисты, которые оказывают услуги. То есть записаться можно обратиться в учреждения социальной защиты по месту жительства. Там уже подскажут. там подскажут уже, куда обратиться. К сожалению, не в каждом районе Тверской области имеется такой реабилитационный центр. Мы понимаем, что есть районы, где таких учреждений нет, а родители нуждаются в такой помощи. С этой целью в наших реабилитационных центрах созданы мобильные бригады. В каждое учреждение имеет автотранспорт, они с определенной регулярностью выезжают. Мы просто хотим сказать родителям, если есть такие запросы, обращайтесь в учреждения социальной защиты. В частности, можно обратиться в комплексные центры социального обслуживания, для того, чтобы мы максимально по вашим запросам сформировали графики наших поездок и обсуждение тех вопросов, которые необходимы. наболевший вопрос, с которым очень часто нам звонят телезрители, это образование. Дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с расстройством аутистического спектра, стоит вопрос, как они обучаться должны? В общеобразовательной школе, в обычном классе, или может быть требуется коррекционная программа? Если начать издалека, у нас, как я уже сказала, все дети с ограниченными возможностями здоровья, они имеют право на качественное образование. И для того, чтобы получить им это качественное образование, для них должны быть созданы специальные условия для обучения, воспитания, развития в образовательных организациях. не всегда обучающиеся с ограниченными возможностями, вернее, не все обучающиеся с ограниченными возможностями являются детьми-инвалидами, но, с другой стороны, и дети-инвалиды не всегда являются обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, потому что есть дети с тяжелыми хроническими соматическими заболеваниями, которые не нуждаются в специальных условиях для получения образования. То есть вот эти две категории все-таки они несколько различаются в плане получения образовательных услуг. Но соглашусь с тем, что действительно очень много детей-инвалидов все-таки являются, вернее, детей с ограниченными возможностями здоровья являются и одновременно детьми-инвалидами. И особенно это касается детей с ментальными нарушениями. А вот под ментальными нарушениями что обычно подразумевается? Это интеллектуальные нарушения, это дети с расстройством аутистического спектра. И эта категория детей действительно вызывает очень много вопросов в плане организации образовательного процесса для таких детей. Вообще, если взять психолог-медико-педагогическую комиссию, которая дает заключение о нуждаемости ребенка в тех или иных специальных условиях и прописывает весь спектр специальных условий для данного ребенка с учетом его особенностей, индивидуальных возможностей, состояния здоровья, то на комиссию можно обратиться с двух месяцев. И по положению о работе, о деятельности ПМПК, которая утверждена федеральным приказом Министерства образования от 20 сентября 2013 года, номер 1082, мы пока работаем с категорией детей до 18 лет. Но сейчас Министерством просвещения прорабатывается вопрос о том, чтобы снять возрастные ограничения, потому что, как я уже сказала, человек в любом возрасте может обратиться за получением заключения для того, чтобы продолжить образование или получить образование, потому что очень много детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, которые до сих пор, вот до 2012 года, до принятия закона об образовании, считались необучаемыми у нас в стране. Сейчас мы работаем с данной категорией тоже с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Детки у нас тоже проходят обследования, в том числе дети, которые находятся в условиях палеотивных коек. Мы прописываем также условия специальные. Вопросов, конечно, очень много по организации обучения такого ребенка. А как он обычно обучается, перебью вас, индивидуально или все-таки коррекционные классы есть? Что сейчас есть? Вы знаете, индивидуальное обучение, как такового индивидуального обучения в нормативных документах у нас нет. У нас есть обучение на дому. И обучение на дому организуется для ребенка только в соответствии с заключением врачебной комиссии. В здравоохранении есть перечень определенных заболеваний, которые дают право на организацию образовательного процесса для ребенка именно на дому. По поводу коррекционного образования. В любом случае для обучающегося заграничными возможностями здоровья это образование будет являться коррекционным, потому что он будет обучаться по адаптированной программе, а адаптированная программа включает в себя коррекционно-образовательную область, коррекционно-развивающую область. Поэтому это в любом случае коррекционное образование. Но здесь вопрос, я так понимаю, стоит в том, что где будет ребенок обучаться? То ли в массовой школе для детей, которые не имеют ограниченных возможностей здоровья, либо он будет обучаться в отдельных организациях, как они правильно называются в законе образования, это отдельные организации, которые реализуют адаптированные программы для той или иной категории детей с ОВЗ. Но вот здесь в каждом случае надо очень взвешенно подходить в вопросе, потому что каждый ребенок имеет свою готовность к инклюзивному образованию. Вот инклюзивное образование — это как раз образование ребенка в условиях массовой школы, массовой группы. И здесь не каждый ребенок готов сразу же попасть в среду норматипичных сверстников. И здесь еще одна проблема стоит в том, что не всегда у нас готова сама образовательная организация принять такого ребенка. И это очень большая проблема на самом деле. А вот, допустим, дети с расстройством аутистического спектра. Зачастую стоит вопрос, как для них лучше обучаться? И как вообще родители стремятся организовать обучение? Можно я это отвечу? Да, конечно. Как родительское сообщество? Значит, смотрите, во-первых, я хочу дополнить к тому вопросу, который Ольга Кирилловна до этого отвечала. Значит, родительское сообщество, мнение родительского сообщества и, в частности, Всероссийская организация. Значит, мы должны все понимать, что в 2016 году приняты были федеральные государственные образовательные стандарты для детей. Для каждой категории детей. Восемь групп категорий детей с различными нозологиями. Это и опорно-двигательный аппарат, и рас, и умственная осталость, и слабослышащие, и глухие. Значит, каждая эта программа делится на определенный вид и вариант программы. То есть еще есть четыре варианта программы в зависимости от цензовости обучения. Значит, федеральный государственный образовательный стандарт дал возможность любому ребенку, независимо от его особых образовательных потребностей, обучаться в любом месте, в котором захочет и выберет его родитель. То есть выбор формы обучения, надо на этом акцентировать внимание, лежит полностью на его родителе. Значит, родительское сообщество не видит противоречий в том, что должны существовать, конечно же, две формы обучения. Обучение в бывших коррекционных школах, назовем их так, и обучение инклюзивно в ресурсных классах. И та, и та форма обучения, она нужна и необходима. Однако, мы бьемся за то, чтобы и при той, и при той форме обучения все те особо образовательные потребности, которые прописываются в заключении в Центральной психолого-медико-педагогической комиссии, были выполнены. И тогда этот ребенок будет успешен и в коррекционной школе, и в ресурсном классе инклюзии, в общеобразовательной школе. Почему отдельно выделяется категория детей с РАС, расстройственно-автического спектра? Не секрет, что эта категория детей является самой затратной в отношении образовательных потребностей группы детей. Почему? Потому что взаимодействие с этими детьми требует от педагогов любой школы, куда бы он ни пришел, любого образовательного учреждения, детский сад или школы, особых навыков взаимодействия, которые чаще всего в современном образовании педагогическом у нас пока массово не преподносится студентам. Это абсолютно научно обоснованные методики, которые применяются во всем мире, предположим, прикладной анализ поведения, EBA-терапия, которые являются золотым стандартом для применения к детям с РАС и не только с РАС на самом деле. И современные тенденции в образовании говорят о том, что создание ресурсных классов в общеобразовательных школах для детей с расстройственно-аутистического спектра должны быть подкреплены именно компетенциями педагогов в отношении современных методик взаимодействия с этими детьми. И тогда будет все правильно. Плюс достаточное финансовое обеспечение этого образовательного процесса. Это второй камень преткновения у нас в стране. То есть все те образовательные условия, о которых мы говорим и которым ребенку прописано по закону, а то, что прописано по МПК, оно обязательно к выполнению той образовательной организации, куда приходит ребенок по закону, они должны быть субъектом Российской Федерации достаточно профинансированы. То есть это значит, что будет денег в регионе, чтобы платить тьютеру, психолого-педагогическому коллективу, который там находится, дефектолог-логопед, учителю ресурсного класса и так далее. Давайте поговорим, кто такой тьютер. Подождите, про тьютера можно немножко еще тоже добавлю по поводу предыдущего вопроса еще. Есть ли программы специальные для детей с расстройством аутистического спектра? И мы как раз плавно перейдем к тьютеру. Содержание образования и условий обучения любой категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оно определяется той адаптированной образовательной программой, которая предназначена именно для этой категории детей. Значит, это могут быть либо адаптированные основные общеобразовательные программы, рассчитанные, предназначенные для обучения всей категории, данной категории детей, либо это может быть адаптированная общеобразовательная программа, которая разрабатывается для одного конкретного ребенка с учетом его особых образовательных потребностей. Вот для детей с расстройством аутистического спектра есть три таких программы уже сейчас. Правда, две программы еще пока находятся в проекте, они апробируются, проходят апробацию, но уже сейчас Министерство просвещения рекомендует использовать их в работе, а разработка адаптированной программы относится к компетенции образовательной организации. То есть, если ребенок, получив заключение ПМПК, центральный ПМПК, либо территориальный ПМПК, у нас в области существует еще 15 территориальных ПМПК, помимо центральной, его родители приносят это заключение в образовательную организацию, то образовательная организация должна разработать для этого ребенка адаптированную программу в соответствии с заключением комиссии в течение трех недель. Соответственно, конечно, не один педагог, который работает с этим ребенком, должен заниматься разработкой программы, а этим занимается рабочая группа, которая утверждается приказом руководителя образовательной организации. Проводится обследование самой образовательной организации этого ребенка, и уже по результатам обследования в образовательной организации психолого-педагогический консилиум образовательной организации есть такая структурная единица в школе или в детском саду, во всяком случае, должна она быть, И не только в детском саду, и в школе, но и в колледже, и даже в вузах. Вот ПМПК дополняет, конкретизирует или раскрывает более подробно те условия, которые прописаны в заключении ПМПК. То есть ПМПК, сама психолого-медико-педагогическая комиссия и психолого-педагогический консилиум образовательной организации, они должны выступать гарантом реализации права любого ребенка, в том числе ребенка с РАС, на получение качественного доступного образования. И вот есть программы для дошкольного уровня. Эта программа, проект программы, он размещен на сайте Федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с РАС. И эта программа, она предназначена для детей не только дошкольного возраста, но и раннего возраста. Потому что для таких детей важно именно раннее включение их в систему комплексной поддержки. И более того, сейчас не только, Илья Викторович сказала про ресурсный класс, как модель обучения детей с расстройством аутистического спектра. Сейчас осуществляется проект инновационный функционирование ресурсной группы, то есть такой же модели образования, но уже на уровне дошкольных образовательных организаций. Есть программы для детей с расстройством аутистического спектра начального общего образования. Да, она как раз рассчитана на разные категории, варианты детей с расстройством аутистического спектра. И здесь надо отметить, что вообще дети с рас, с аутизмом, каждый действительно представляет из себя отдельного ребенка. Это не какая-то общая категория детей с рас, а каждый ребенок имеет свои особые образовательные потребности. Вкупе с теми общими основными образовательными потребностями, которые характерны для всех детей с рас. А необходимость тьютера? И вот тьютер, он как раз тоже входит в ту систему специальных условий, которые необходимы для ребенка с расстройством аутистического спектра. А кто это такой? Это такой педагогический работник, который занимается разработкой, вернее участвует в разработке и в реализации индивидуального образовательного маршрута для любого ребенка. В 2017 году был утвержден профессиональный стандарт тьютера. Он правильно называется стандарт специалиста в области воспитания. И вот в соответствии с этим стандартом, профессиональным стандартом, к должностным обязанностям тьютера относится педагогическое сопровождение, реализация индивидуального образовательного маршрута. А это именно выявление особых образовательных потребностей конкретного ребенка. Это и разработка участия в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированные образовательные программы, индивидуальных учебных планов для конкретного ребенка. Это и организация пространственной образовательной среды, пространственно-временной среды для конкретного ребенка. Это и программно-методическое обеспечение реализации индивидуального образовательного маршрута. Тьютер выполняет свои функции по отношению к конкретному ребенку, но формы этого тьютерства могут быть различными. Это может быть как индивидуальное сопровождение, так и общее тьютерское сопровождение. Зависит от потребностей самого ребенка. И не надо путать тьютера с ассистентом или техническим помощником, который призван оказывать техническую помощь тому или иному ребенку в зависимости от его возможностей. Но такие специалисты тоже востребованы. Илья Викторович, ваша организация, как вы мне до передачи рассказывали, оказывает своего рода правовую поддержку родителям. Вы рассказываете, помогаете, оформите определенные документы, подсказываете, куда обратиться, как что написать. Вот вопрос наших телезрителей. Если у них возникли проблемы, и сами они не могут сориентироваться, как им к вам обратиться? Обратиться можно в региональное отделение Варди, которое в 75 регионах сейчас находится. И у нас в том числе. У нас есть, во-первых, человек может обратиться, родитель, по телефону горячей линии. Это всероссийского масштаба горячей линии, на другом конце которой находится юрист Варди. И который может просто проконсультировать по каким-то вопросам устно. Кроме этого, в рамках системного взаимодействия Варди существует во всех соцсетях существующих тематические группы региональных отделений. И у нас в том числе региональное отделение Тверской области ВКонтакте, Фейсбуке, почта Варди, регионального отделения Варди. Кроме того, существует центральный сайт Варди, варди.орг, где аккумулируются все новости, все новостные изменения в регионах, все изменения в нормативно-правовых базах, в каждом направлении взаимодействия. Поэтому возможностей обращений много. И поэтому я хочу еще раз подчеркнуть. То есть человек, предположим, кроме того, существуют в рамках Варди тематические чаты тоже в соцсетях, где представлены уже члены Варди со всей России. И эти чаты, они касаются всех проблем, с которыми сталкиваются, всех социальных запросов, скажем так. То есть образование, здравоохранение, соцзащита, паллиативная помощь, взаимодействие с фондом социального страхования, техническими средствами реабилитации, укомплектованность. Человек, обращаясь в Варди, этот вопрос может быть сброшен в определенный чат вардишников, скажем так. И я могу точно сказать, что на территории Российской Федерации либо уже существует методика решения данной проблемы и строгий, четкий алгоритм, как этому человеку в данную ситуацию поступать, если, предположим, права нарушаются у ребенка. Либо, если этот вопрос нигде не поднимался, и он какой-то супер уникальный, подключаются кураторы, федеральные кураторы Варди, по каждому в направлении они есть. Это люди, которые прошли своим ребенком большой путь и стали, в общем-то, специалистами в определенном профиле. И вместе мы в любом случае добиваемся решения данной проблемы. То есть взаимодействием? Да, общим взаимодействием родительского сообщества России, вообще, если можно сказать. Главное, наверное, в этом случае, если вдруг нарушаются права действовать, в любом случае, обращаться, искать контакты. Конечно. Да, главное, знаете, что я хочу просто обратиться к родителям, это на самом деле, мы всегда это подчеркиваем, самое главное, это объединение родительского сообщества. Объединение, потому что только в объединении родительского сообщества можно найти решение своих проблем. Чтобы это решение было не только для твоего ребенка, но и для родителя, который попадет завтра в такую же ситуацию, и решение его проблемы будет уже совершенно прозрачным и понятным. Наша программа подошла к концу. Напомню, что темой дня сегодня стало обсуждение помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Это медицинская помощь, это социальная поддержка, а также вопросы образования. Меня зовут Валерия Королева. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok